Сегодня мопед всерьез никто не воспринимает. Так, игрушка. Но в советские времена он был вполне достойным транспортным средством. Судя по надписи на баке, LZM – это продукция львовского завода мотоциклов. Вещица крайне редкая, но в хорошей комплектации и родной окраске, что добавляет ей ценности. Имя мопеда MP043 – первая украинская двухскоростная модель, выпущенная в середине 60-х годов. Предок знаменитых Верховин и Карпат. Его внешность не характерна для 60-х. Эдакий стиль техно. Квадратные крылья придают мопеду своеобразный облик. Здесь нет места для пассажира, зато имеется багажник. А бензобаков тут два – справа и слева. Почему так – никто не знает. Колеса большие, 19-дюймовые. Мягкая телескопическая вилка спереди и маятниковая подвеска сзади. А вот мотор. Он двухтактный. Называется Ш51К. С 50 кубиков объема выдает целых 2 лошадиные силы. Прообразом для него стал чешский двигатель «Ява Стадион». Это первая двухскоростная модель шауляйского завода «Вайрос». Такие моторчики ставились на все выпускаемые в СССР мопеды. Заводился он вот этими велосипедными педалями. Ну что же, пора прокатиться. Кстати, этого никто не делал последние лет 30. Интересно, заведется или нет. Сначала нужно открыть путь бензину. Вернее, смеси бензина и масла. И закрыть воздушный фильтр. Да, не с моими длинными ногами крутить эти педали. Вот это да. На второй передаче он запустился, как говорится, с полоборота. Пусть немного прогреется, а я тем временем плавненько открою воздушный фильтр. Дымит. Это из-за того, что масла в смеси чуть больше положенного. Ну все, прогрелась мопедосина, можно и ехать. Погода шепчет, под дождем только на мопеде. Передача переключается очень мягко и четко фиксируется. Почему-то впоследствии качество механизма переключения сильно упало. Тормозить можно и ручным тормозом, и ножным, поворачивая педаль в обратную сторону, как на велосипеде. Тут даже сигнал есть. Жужжит, как шмель. Полвека назад все мальчишки мечтали о таком, но цена 120 рублей. По тем временам очень большие деньги. После развала Союза Львовский завод постигла участь множество других предприятий. В 1998 году он был закрыт. Вот такой немножко грустный получился тест. Но мне было приятно получить этот привет из страны, в которой я родился.